Еще совсем недавно при упоминании автомобилей из Поднебесной многие невольно начинали использовать такие слова, как некрасивые, ненадежные, несовременные. На российском рынке автомобили из Китая фактически относили в отдельную касту и сравнивали их разве что между собой, не вспоминая при этом о конкурентах из других стран. Разумеется, при таком интенсивном экономическом и технологическом развитии Китая долго это продолжаться не могло. Поэтому современные реалии диктуют новые правила игры. И на эту игру у китайцев просто огромные планы. Вот, например, Haval F7X. И скажите мне честно, смогли бы вы догадаться о стране происхождения этого автомобиля, если бы не моя долгая вступительная закадровая речь? Думаю, нет. По крайней мере, в облике этого кроссовера отсутствуют элементы, которые бы штампом выдавали страну происхождения. А вот тут удивляться не стоит, ведь над обликом этого автомобиля потрудился Пьер Леклерк. А это тот человек, который подарил миру BMW X5 второго поколения мини-кантримен и Ford Street K в кузове кабриолет. Это тоже его рук дело. То есть это тот человек, который знает, как создавать эффектные автомобили. И он точно знает, что должно понравиться даже самым взыскательным клиентам. Острые грани, решетка радиатора с интересным рисунком, прищур полностью светодиодной оптики, скошенная линия крыши — все это, безусловно, выделит автомобиль в потоке. Машина не просто заметна, но и даже выигрышно выделяется на фоне конкурентов. Субъективно, таких китайцев на российском рынке еще не было. Но тут, как говорится, на вкус и цвет. И если вы думаете, что смелые идеи в оформлении экстерьера этого автомобиля не нашли свое продолжение и в интерьере тоже, то вы сильно ошибаетесь. Да, дизайнеры и здесь не стали отходить от концепции, технологичности, спортивности и, я бы даже сказал, неких намеков на премиальность. Но посудите сами. В исполнении Tech Plus есть и цифровая приборная панель. Управление многофункциональной мультимедийной системой организовано с помощью интересного и достаточно удобного контроллера. Сам комплекс имеет сенсорную панель диагональю 9 дюймов. Разумеется, тут продуман и модуль Bluetooth, а также внедрены технологии интеграции смартфонов Google Auto и Apple CarPlay. В общем, есть все самое необходимое для современного человека, активно использующего гаджеты. А как это все заряжать? Все просто. Беспроводная зарядка, разъем USB спереди и один сзади. Уж точно должно хватить. Кстати, я перечислил далеко не все функции, которые здесь есть. Может провести супер-блиц? Противотуманки с функцией освещения поворотов. Электропривод-зеркал и они даже складываются. Кожаный мультируль с обогревом. Климат-контроль. Подогрев сидений будет жарко. Дефлекторы обдува и подогрев сидений есть даже у задних пассажиров. Огромный и трансформируемый багажник. 190 миллиметров дорожного просвета и полный привод. Стильные 19-дюймовые колесные диски. Современный 190-сильный двухлитровый мотор под капотом. Электропривод сидений. Четыре камеры кругового обзора помимо парктроников. Бесключевой доступ. Удобно и экономит время. Безусловно, все функции в вооружении Haval F7X полезны. Может быть, не все они вам и нужны, но то, что все они облегчают жизнь водителю и пассажирам, это точно и с этим не поспоришь. Чем еще может удивить интеллектуальный купе-кроссовер? Конечно, автомобиль должен не только вас развлекать, быть современным и комфортным внутри, но он еще и должен хорошо ехать и быть послушным в ваших руках. А вот тут интересно. Мои заочные предположения, что 190-сильный двухлитровый турбомотор будет достаточно хорошо тянуть, подтвердились. Сил хватает, да и крутящий момент позволяет чувствовать себя уверенно при движении на разных скоростях. Интересно было другое. А как себя проявит семиступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями? Ведь это моя первая встреча с роботом из Поднебесной. Да, я очень рад, что наконец-то китайские автомобили начали оснащать роботизированными коробками передач с двумя сцеплениями, ну и автоматами. Вот не могу я найти общий язык с вариаторами, не могу их полюбить. Хотя, безусловно, и у такого типа трансмиссий есть свои плюсы. Здесь же все происходит молниеносно. Нет как таковых провалов по мощности и для города, как я считаю, самое то. То есть можно говорить, что тандем состоялся. Двигатель и коробка дружат. Да и система полного привода, соседствуя с ними, ждет звездного часа для раскрытия своего потенциала на легком бездорожье или покрытиях с низким коэффициентом сцепления. Но это уже совершенно другая история, которая, к счастью, сегодня обошла нас стороной. Дискутируя в дружеских компаниях на тему китайских автомобилей, очень часто поднимается вопрос безопасности. И я с удивлением узнаю, что многие до сих пор думают, что на китайских автомобилях до сих пор нет подушек безопасности. Да и система АБС ставится через раз. Но я уже не говорю про электронных ассистентов, которые призваны спасать жизни. Если поближе познакомиться с топовыми исполнениями HVL F7X, то тут уже вы обнаружите ассистент удержания в полосе, систему экстренного торможения, адаптивный круиз-контроль, систему контроля слепых зон, распознавание дорожных знаков и даже систему, распознающую пешеходов. Разумеется, и АБС, и система стабилизации тоже здесь присутствуют. Ну и четыре подушки безопасности, которые начинаются прямо с базового исполнения, тоже здесь есть. В версии Tech Plus их полагается уже шесть. Помню, еще совсем недавно на китайские автомобили показывали пальцами и говорили, за этими машинами нет никакого будущего. Спустя десятилетия китайская промышленность и экономика сделали огромный шаг вперед. И китайские автомобильные производители вышли на качественно новый уровень. Ну а то, что компания HVL отстроила огромный современный завод в России и локализовала здесь производство, говорит только об одном, что у китайского производителя огромные планы на российский рынок.